приветствую вас на канале я евгений галыгин в этом видео я выскажу свое мнение относительно того можно ли и приблизительно как готовится к г по физике за месяц сразу отмечу единственно что это не является универсальным решением естественно время подготовки к важным экзаменам лучше выставлять себе побольше но об этом есть отдельные видео на канале я воспринимаю необходимость интенсивной подготовки данном случае как необходимость ну то есть какие-то планы изменилось что-то не получилось и вот месяц именно у нас на интенсивную подготовку а не то что мы просто ждем и успеваю еще целый месяц будет и на это грубая планирует то есть это именно воспринимается как необходимость они как норма то есть просьба это учитывать и то что от индивидуальных особенностей особенно по завершении девятого класса очень много будет зависеть подготовки тут больше еще будет не только академически по предмету но и по физиологии то есть по распределению занятий по времени но исходим из того момента что у нас месяц а первым сразу ответ я считаю что это возможно подготовить за счет чего за счет того что объем знаний по физике за девятый класс еще не скопился таким уж огромным и невыполнимы и вдобавок то что несмотря на то что физика является сложным предметом для сдачи она все же весьма интересная этот интерес можно при грамотной подготовки весьма хорошо использовать благо сейчас научно популярных допустим передач очень много и они позволят вам разбавить этот процесс более интенсивное обучение и создать так называемую физическую картину мира хотя научно-популярным при подготовке к экзамену к г тоже не стоит излишне перебирать то есть не нужно это эксплуатировать чрезмерно дальше также плюсом будет то что требования к математике не столь высоки многие задания практически не требуют знаний по математике и такой жесткой связи как уже в егэ нет но она естественно есть то есть это не значит что ничего нет и подготовка за месяц позволяет часть пробелов по математике тоже скомпенсировать это нужно учитывать дальше основное нам требуется распределенный план подготовки и большое количество фактического времени на подготовку то есть это не значит что вместе мы подготовимся три дня и там стахановские варианты по 8 часов а именно распределить занятия по этому месяцу и с учетом в том числе физиологии время концентрации комфортного проведения занять очень разное и в девятом классе еще сложно его менять то есть за счет физиологических особенностей то есть идти против что называется природы и развития не стоит тут нужно учесть особенности конкретного обучающихся то есть кому-то распределить задание более мелкими кусочками по времени а кому-то больше зайдут более продолжительные занятия но сразу говорю слишком много интенсивно не на то есть допустим раз в неделю очень плохой вариант при любом практически раскладе то есть вообще интенсивные курсы подразумевают практически ежедневную подготовку но так как месяц это не слишком не сверх интенсивный курс то там естественно выходные подразумеваются они кстати тоже увеличивают эффективность подготовки дальше я еще бы отметил на что обращать внимание это то что месяц позволяет познакомиться со всеми разделами физики допустим все глубоко и в том числе даже с учетом понимания физики нежели банальные подготовки на конкретные задания то есть это не сверх интенсивный курс и в общем тут хорошо пойдет использование интереса возможности подкорректировать какие-то пробелы в том числе в математике и в общем-то достаточно такой все еще широкое поле для маневра но все равно учитывайте пожалуйста что подготовка за месяц это подразумевает опять же малые возможности на какие-то ошибки на непредвиденные жизненные ситуации то есть пропуски здесь практически недопустимы но в общем то так а еще основной наверно чтобы порекомендовал успешность подготовки кога за месяц не транслировать на возможность подготовки успешные быстрой подготовки к егэ за месяц тут еще будет зависеть от разбаловки помните что в девятом классе баллы вот эти стандартные они преобразуются в обычную оценку пятибалльно и в общем то влияют не на столь многое а что касается экзамен уже в одиннадцатом классе то там эти стандартные баллы 100 и подразумевает уже поступление в вуза ну или не поступление и там уже цена ошибки которая допустим в девятом классе не приводит к изменению оценки то в одиннадцатом она уже приведет к меньшей конкурентоспособности при поступлении благодарю за внимание до новых встреч на канале счастливо